Марафон возрождается Яснополянский В этом году считаю, что будет первый возродившийся Яснополянский марафон Ром, ты еще не знаешь, но ты был на земле тульских пряников Катался на велосипеде, участвовал в гонках Пришло время на лыжах пролететь Полтинник Посмотри, это трасса имени нашего заслуженного олимпийца Вячеслава Петровича Вот все ему заслуги здесь отражены Сам он открывал, он сам эту трассу, когда вот роллерку закатывали в асфальт Недавно это было Он первый в Советском Союзе, кто смог оставить позади, казалось, непобедимых скандинавов Сначала попытка на Олимпиаде 68 и серебряная медаль Через два года Веденин становится двукратным чемпионом мира Третье золото тогда у него по сути украли После пражской весны на соревнованиях в Чехословакии Местные рабочие трассы сделали все, лишь бы не выиграл советский спортсмен Такой поворот был, я только вижу, что вот так вот Потом глянул на лыжах, порошок стиральный А это сразу, мазь перестала работать сразу А на одних руках так наработался, что по палкам пошла кровь Чемпионское упорство уже вне лыжни чуть не стоило Веденину карьера На Олимпиаде в Саппоро он знаменосит сборной И по протоколу церемонии открытия игр должен был преклонить флаг страны Перед ложей императора Японии Отказался, разразился международный скандал Ребята хоккеисты стоят, Слава кончай Как это ты с нами будешь преклонять? С троевым, и все, ребят, есть Ну и с троевым прошел Я рад, что не преклонил На следующий день советский флаг вновь был выше остальных Веденин побеждает в гонке на 30 километров Норвежец Харвикен отстал на минуту и две секунды Уже в эстафете все повторяется с точностью да наоборот Теперь норвежец убегал на последний этап на все те же минуту и две секунды раньше Казалось, это катастрофа, ведь дистанция втрое короче Погоню Веденин начал еще до старта Схитрил Несколько раз перед соперником сделал вид, что меняет лыжную смазку Я положил его в ладонь, зажал пальцами по краям, поводил, пробкой растер свою лыжу без мази Нервы не выдержали, и он подмазался себе Ну это, считай, 20 секунд я у него вот так вот Уже на лыжне оставшиеся секунды отвоевывал до судорог мышц Нагнать норвежца удалось только на последнем подъеме Оставалось выйти вперед, и тут помогли партнеры по сборной Они как хором, девчонки, Степаныч, как хором крикнули Слава Веденин, Веденин А вот нервы, когда на пределе, раз, повернулся Что такое повернулся? Это три секунды В ожидании развязки зрители на стадионе вытянули шеи Первый на спуске, Веденин Но его триумфа так и не увидели советские болельщики и репортеры Они ушли раньше, не поверив в чудо Поспешили до закрытия магазинов, потратить валюту Единственную фотографию подарил норвежский журналист В скромной рамке последние мгновения Одной из самых невероятных минут в истории спорта Минуты, которая заставляет верить в победу до конца К сожалению, его сейчас уже нет с нами Но давай мы в честь великого лыжника Пролетим этот лыжный марафон Так что ждем тебя Давай, до встречи Ром, ты, видимо, на лыжный марафон собираешься, не иначе Абсолютно верно, Алексей Борисович В твоем велосервисе я всегда готовлю свои лыжи К какому-то лыжному марафону Пригласили люди на Яснополянский лыжный марафон Это в Кольской области Возрождается этот легендарный марафон Очень-очень эпичный, в интересном месте Пригласил меня туда Алексей Пинашин Алексей, тебе огромный-огромный привет Что хочу еще сказать Лыжный марафон этот будет проводиться впервые И надеюсь, что он надолго останется в календаре Союза марафонов Лыжная Россия Поэтому, как всегда, буду снимать Ну, кружочек один и так далее Погода будет, наверное, хорошая Будет он 17 февраля 2024 года То есть с этой даты, скорее всего, начнется Отсчет этого легендарного лыжного марафона Яснополянский Поэтому с огромным удовольствием еду С огромным удовольствием принимаю участие Готовлю свои желтые ракеты Надеюсь, показать хорошее время Потому что погода будет то, что надо Ну все, давайте На встрече теперь уже там Ну что, всем привет Вы на канале Янин Роман И для вас я по-прежнему освещаю лыжные марафоны Сегодня для вас будет показан Яснополянский лыжный марафон Который проходит в Тульской области На базе лыжероллерного центра Веденина Пригласил меня сюда Алексей Пинашин Огромное-огромное ему спасибо Сам будет принимать участие Так что вы видите Этого молодого человека 17 февраля 2024 года Возрождается данный лыжный марафон И вот это очень хорошо Потому что он недалеко находится От города Москвы Здесь условия, я так понимаю, обалденные Потому что всегда, когда речь идет о трассе Которая расположена на территории лыжерольменной Там трасса какой-то на биатлонном комплексе То это всегда предполагает под собой Хорошо подготовленную трассу Сразу скажу, что трасса готовится ратраком Вон, видимо, стоит ангарчик Трудятся ребята Готовятся вот эти вот всякая суета Предстартовая, как обычно Вот Что по гонке Поеду сегодня на желтых ракетах Потому что это сегодня их погода По гонке где-то будет морозиться В районе минус 7-6 Снежный покров обалденный Потому что пару дней назад Снега было очень много в Тульской области Ну и каким будет этот марафон Традиционно покажу для вас Пока не определился И неизвестно мне точно Круг 10 Либо 12,5 Ладно, едет Буран Не даст он звук нам записать никакой Поэтому давайте Следующее включение Если кого-то встречу Привет обязательно, ребята, привет И огромный вам лайк Благодарность Что подписываетесь на мой канал Что смотрите, комментируете Давайте Смотрим дальше А вот сейчас вам покажу Самых настоящих преданных подписчиков Наклейка Янин Роман Алексей Тинашин, привет Я давил на тапочек Понятно Ну ты поближе поставь Чуть-чуть Полметра поставь поближе И давай, а то холодно Иди регистрируйся А то там народ приваливает Пойдем Все, загорелось Можете говорить Окошко загорелось Алексей Ну перед этим марафоном Что вы мне скажете Ну опять ты мне в расходство стал Это значит Все будет хорошо Ладно, сейчас 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5 Забук громкуют топоры Буйные головы сечь Но и народ Сам кольчугой звенит Русская речь И от перелеска до звезд Высится белая рань Здесь, на родной стороне Нам померять Нас Точит семя орды Нас Гнет дерьмого сурма Но В наших венах кипит Не послабя И От чудских берегов До Ледяной колыб Мы Все Это наша земля Все Это Мы Нас Точит семя орды Нас Гнет Ермоба Сурман Но В наших венах Кипит Небославян И От чудских берегов Да Ледяной колыб Мы Все Это Наша земля Все Это Мы Точит Точит Как Точит Точит Не У Точит Б Ну что, всем привет, уважаемые телезрители! Предлагаю вашему вниманию свой очередной лыжный марафон, точнее пятый по счету, который состоялся 17 февраля 2024 года в городе Тула, точнее в Ясной Поляне на лыжероллерном центре Веденина, где проходил он впервые, точнее, как правильно сказал Алексей Пинашин, он возродился, и, наверное, да, вот с этой даты пойдет его первый отчет. Алексею огромное-огромное спасибо, что пригласил меня на данный лыжный марафон, с огромным удовольствием я принял участие, как и многие другие участники, и теперь обо всем об этом по порядку. Данный лыжный марафон состоялся в субботу, что мне всегда очень нравится, и всех организаторов я всегда об этом прошу, и об этом делаю определенный акцент, что организация лыжного марафона по субботам намного-намного оптимальнее для нас, для жителей России, обычных людей, потому что всю субботу ты посвящаешь лыжному марафону, соответственно, после того, как ты принял участие, следующий день, воскресенье, он выходной, он уходит, соответственно, на все заботы для твоей семьи, для бытовых каких-то вопросов и так далее. Лыжный марафон с воскресенья, с этой точки зрения, не совсем удобен и не совсем, как бы, адекватен. Это мое личное мнение, замечено уже, и я всегда придерживался такой позиции, что субботний лыжный марафон, он идеален, как ни крути. Так, теперь возвращаемся к лыжному марафону. Очень я, еще раз говорю, рад, что принял участие в данном лыжном марафоне, и теперь обо всем по порядку. Данный лыжный марафон, как я уже упомянул, неоднократно проходил на территории лыжерольного центра Веденина. Он находится, это в пригороде города Тула, то есть вам никуда особо ехать не придется, ну, там буквально, наверное, 5 километров от Тулы, в направлении города Щекино, кстати, Ясная Поляна там рядом находится, это музей-усадьба Льва Толстого, тоже очень хорошее место, где после лыжного марафона посетила команда Дентро, команде Дентро привет, об этом я скажу чуть-чуть позже в данном видео, потому что также часть этой транспортной компании Дентро принимала участие в лыжном марафоне, ну и в других забегах, потому что были там другие забеги-спутники. Так вот, начнем с того, что поскольку это лыжероллерный центр, то данное место имеет очень хорошую парковку. Парковка была расчищена, несмотря на то, что в пятницу очень обильный снегопад прошел в Тульском регионе, и этот снегопад внес определенные коррективы, тоже сейчас, позже об этом я скажу. Соответственно, парковочное место было организовано идеально, большое, широкое, прочищенное пространство, где свободно вмещается большое количество машин, поэтому с этим проблем никаких не было. Поскольку это лыжероллерный центр, то это был, соответственно, корпус с раздевалками, с теплыми помещениями, с туалетами, соответственно. Все было очень-очень солидно, все было очень чисто, очень хорошо, что не могу не отразить, комментируя данный лыжный марафон. Что касается трассы. Вот трасса оставляла, конечно, некоторое такое неоднозначное впечатление после данного лыжного марафона, потому что, повторюсь, был обильный снегопад. Вот сейчас мы едем по территории, я так понимаю, лыжероллерной трассы, и поэтому Наст в этом месте был действительно хорошо прижат ратраком, прокатан. Но дальше по гонке, по марафону, соответственно, трасса будет уходить в открытую местность, в лесной массив. И там была такая, конечно, не очень хорошая обстановка с точки зрения лыжней, была очень-очень мягкая. Но даже и в этом месте вот тоже видно, что так немножко приходилось работать тяжеловато, потому что мягковата была трасса. Ну вот. По погоде, по погоде. Погодные условия были, в принципе, оптимальные. Это было в районе, наверное, 5-6 градусов мороза. И все ориентировались исключительно на это температурные условия, что при такой погоде скольжение должно было быть очень-очень нехорошим. Но, во всяком случае, неплохим. Но его испортил вот этот снежный покров. Точнее, не очень хорошо подготовленная трасса. Была мягкая, еще раз повторюсь. И многие участники, многие зрители, которые принимали участие, сейчас со мной полностью согласятся. И, ну, наверное, в сторону организаторов скажут определенные какие-то там недостатки, может быть, какие-то претензии. Не без этого. К сожалению, не могу не отразить и не упомянуть данный факт, который был на самом деле. Ну, это лыжный марафон. Он впервые проводится. Каждый организатор имеет право на недостатки. Потому что все абсолютно с первого раза учесть, предусмотреть невозможно. Хотя это получается на некоторых марафонах. Не могу не упомянуть. Вот Петровский лыжный марафон в Саратовской области. В том году он был впервые, но там фактически недостатков не было. Были внутренние какие-то проблемы, но они для нас, для участников, не были заметны. И нас они не касались. По пункту питания. По пункту питания также тоже были вопросы, определенные проблемы. Потому что было где-то один-два волонтера. И человек просто не успевал подавать питание участникам. Потому что ехали группы. И, соответственно, у человека две руки. А обеспечить питанием там четверых, одновременно или пять участников, движущихся в группе, просто невозможно и нереально. Вот такие два основных момента, два основных замечания, которые были по данному лыжному марафону сразу со старта. Я об этом говорю. Потому что в дальнейшем не хочу отвлекаться на этот момент. Потому что не все смотрят некоторые лыжные марафоны до конца. Не хватает у кого-то времени в силу каких-то причин. Ну и поэтому, чтобы люди знали. Так, сама по себе трасса очень хорошая, широкая. В данном случае нам было представлено круг 12,5 километров. Соответственно, четыре круга. Но по преодолению этих четырех кругов марафон получался с небольшим хвостиком. Это 50 километров и 700 метров. Набор высоты же составлял общий. Где-то в районе 550 метров. Но каких-то таких вот лоббастых, так называемых, подъемов не было. Были все адекватные такие подъемчики, небольшие тягунки, где приходилось поработать. То есть, трасса очень хорошая. То есть, как бы, если мне при встрече кто-то задаст вопрос, поеду ли я еще раз на данный лыжный марафон, ответ мне будет однозначно да. Рекомендую, ребята, рекомендую данный лыжный марафон, очень хороший. Просто нужно организаторам учитывать погодные условия. У них имеется ратрак. Он стоял около ангара. Возможно, они его в какой-то степени пожалели. Потому что вот сейчас мы будем выезжать в открытую местность. Вот чуть-чуть попозже. Где будет немножко продувать, кстати. И, соответственно, вот в том месте действительно возникал огромный вопрос. А тут вообще был ли ратрак? Или просто Бураном два раза с двух сторон проехали? Потому что вот середина, если формально посмотреть на трассу, она была мягкой. Здесь мы еще едем, здесь идеально. Так, ну, в принципе, наверное, можно уже останавливаться на каких-то участников. Но давайте мы, в принципе, этим и займемся. Вот с левой стороны 607 номер. Это у нас Юрков Денис. Он представитель Калужского региона. 527 номер у нас Баженов Александр. Это представитель Московской области. Далее у нас идет, по-моему, 500... Какой? Не вижу пока номер. Не вижу. 506? 506. Это Марушкин Антон. Он представитель Орловской области. Вот, в принципе, таким мы составом будем ехать. Потому что вот сейчас, я повторюсь, мы будем выезжать из-за этих вот лесного такого массива с двух сторон, такой лесополосы, если можно так назвать, на открытую местность, где в лицо очень сильно продувало. И вот если мы посмотрим в левую верхнюю часть экрана, схема у меня представлена, трассы, вот эта вот прямая, так называемая, то там приходилось очень-очень несладко. Потому что ветер в этот день был таким примерно в районе 5-6 метров в секунду. И это реально ощущалось. Мягкая трасса, конечно, снижала коэффициент скольжения. Скорость была, ну, вот такой вот, да, 14 километров в час где-то приходилось работать. То есть, приходилось ловить спину, ну, извините за откровенность, рюкзачить. Иначе просто можно было сразу же оказаться в очень-очень плохом и незавидном положении. Что еще хочется сказать по организаторам. Молодцы организаторы пригласили sportimages.ru. То есть, фотографиями были обеспечены. Фотографии были очень качественные. Потому что, если данная организация принимает участие в лыжном марафоне, фотографирует, сопровождает какое-то спортивное мероприятие, то, соответственно, вас ждут однозначно в хорошей фотографии. Так как, ребят, хорошее профессиональное оборудование, оптика, объективы. Из-за этого можно выбрать в любом случае сочные фотографии. Вашему вниманию также будет несколько фотографий, которые я приобрел на данном лыжном марафоне. Что было очень-очень-очень приятно. Что хочу сказать. Да, для меня марафон также оказался непростым, поскольку скольжение было, повторюсь, не очень хорошим. Я с огромным трудом выехал из трех часов. Мой результат составил 2 часа 59 минут 17 секунд. Фактически на волоске. Я был от той самой пресловутого лимита в 3 часа. И помог мне в этом один человек. Позже о его личности я коснусь и представлю вам фотографию. Тоже интересный такой момент. Была некая определенная драматургия на данном лыжном марафоне, поскольку сейчас попозже по ходу гонки я вам этот момент объясню. Но нет, это связано с тем, что это, во-первых, касается участников, которые боролись за определенные места, за определенные позиции. И было очень приятно принимать, заведомо не осознавая, что ты будешь втянут в эту всякую перипетию, так называемую, которую проходили на данном лыжном марафоне. Вообще, когда лыжный марафон проходит с определенным каким-то интересом, с какими-то задачами, целями, то он приобретает свой такой определенный характер, свои краски имеет. И когда марафон идет не по плану, это тоже определенный вызывает интерес. Но потому что если ты, как говорится, ездишь, и у тебя несколько марафонов фактически каждую неделю, то все эти марафоны накладывают определенный отпечаток, и ты уже начинаешь так называемый ловить дежавю, где что как, где-то что-то у тебя сплетается, где-то что-то путается. Но от этого становится интереснее. Ну, что хочу еще сказать. Вот немножко затронул я результат свой. А в целом, так для информации, первое место занял Богачев Руслан. Он приехал первым в Абсолюте. Его результат составил 2 часа 27 минут. То есть, да, вы не ослышались. То есть, лидер проехал с таким результатом. И это свидетельствует только об одном, что скольжение было непростым, гонка была тоже нелегкой. Вот, пожалуйста. Среди девушек победителем в Абсолюте оказалась Богданова Ольга. Ее результат 2 часа 52 минуты. То есть, в этот раз меня опередить девушку по Абсолюту не представилось возможным. Данный лыжный марафон, Яснополянский лыжный марафон, был в календаре Союза марафонов «Лыжная Россия». Вот. Несмотря на это, что он впервые собирал участников для данного спортивного мероприятия, тем не менее, количество проданных слотов непосредственно на лыжный марафон составило больше 100. Что очень-очень хорошо. Ну, сказывается, во-первых, хорошее, точнее, близкое расположение от города Москвы и других регионов. Орел, Калуга, Рязань, даже с Курска были представители. И все это, конечно, позволяет принимать участие с этих регионов. Ну, рядом как-никак. А вот, повторюсь, в некоторых регионах вообще никаких лыжных соревнований нет. Ну, если люди увлекаются лыжами, влюблены в этот вид спорта, у них просто не остается выбора, как посещать вот этот рядом расположенный лыжный марафон. Хорошо, что возрождаются лыжные марафоны. Хорошо, что они появляются в календаре Союза марафонов «Лыжная Россия». Потому что не смогу не пререкламировать такой момент, что в Союзе марафонов «Лыжная Россия» есть такая номинация, как участие в новых лыжных марафонах, которые вы преодолеваете в сезоне. Так вот, если вы преодолели в сезоне 10 новых лыжных марафонов, все, ждите, вы являетесь лауреатом данной премии, вы будете приглашены для вручения определенной награды. Потому что сама по себе цифра 10 лыжных марафонов за сезон – это уже неплохо, это солидно, поверьте мне, человеку, который через это прошел в прошлом году. Второй фактор – они, во-первых, новые. То есть, понимать надо то, что вы в прошлом году ездили в других местах, что тоже очень приятно. Ну и переместились мы в лесной массив, о чем я и говорю. Вот середина здесь вообще не прокатана. Возможно, здесь и шел ратрак, но я не уверен в этом. Может быть, Буран как-то здесь ехал дважды, дублировал. Потому что сейчас будет один момент, где у меня вызывает определенные сомнения, что здесь ратрак. Вот такая вот ямка, вот такая, раз, небольшая. Ну не знаю, может ли здесь ратрак проехать, нет. Но здесь было очень мягко, здесь было очень непросто, здесь было тяжело. И вот мы сейчас едем немножко в спусковой части. Но, тем не менее, лыжи, которые были подобраны у меня под эту гонку, не совсем соответствуют данным условиям. Напомню, это были мои Фишер новые, желтые ракеты, как я их называю. Готовил я их в этот раз, соответственно, с подложкой, с парафином. Это был синий Ваухти HF на погоду минус 10, минус 1. И, соответственно, порошок я накладывал, Голд Фокс. У него температурный диапазон плюс 1, минус 16. В принципе, как отработали лыжи, я доволен в какой-то степени, потому что скольжение на фоне других было у меня. Выручали они, работали под ногой. Но, конечно же, то, что они были подобраны под мой вес, то есть мягкая трасса, немножко они зарывались. Так вот, возвращаемся к гонке. В данный момент мы преодолели всего-навсего 6 километров, то есть половину круга. И сейчас мы чуть позже увидим 524 номер. Это Саталкину Алину. Она представляет у нас город Тулу. Где были определенные моменты, и человек ехал очень эмоционально, и, соответственно, были определенные хитросплетения. Так, сейчас я пытаюсь доехать номер, пока я не разглядел какой. Да, крикнул я ему. Слушай, подожди, да, я к тебе подъеду, подберусь. 527 номер, как я напомню, это Баженов Александров, он представитель Московской области. Ехал он хорошо. Я словил его спину, говорю, слушай, давай за тобой чуть-чуть посижу. Там вот девушка едет спереди. Мы тогда еще, напомню, не знали друг друга, давай к ней попробуем подъехать. Если получится, то будет здорово. И здесь мы вот использовали вот этот вот минусовой градиент, минус 2. И сами видите, скольжение такое в этом месте было более-менее сносным. То есть мы ехали в районе там 23-24 километров в час. И, соответственно, мы это использовали. Так, давайте быстренько техническую информацию расскажу вам по видео. Правая верхняя часть, белые цифры, это дистанция пройдена на данный момент. Красным и цифры минус 2, минус 1, это угол градиента, то есть подъем это либо спусковая часть. Середина, 77, это уже набранная высота с круга. А 230, это высота над уровнем моря. Правая нижняя часть, всем полюбившимися зрителям, подписчикам моим, это мой пульс на данный момент погонки. Да, 174, да, 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 в таком темпе приходится шарашить лыжные марафоны, потому что, ну, это борьба, это без этого никак, иначе не получится выехать из трех часов вот, пожалуйста, по такой вот трассе, по таким условиям. Ну, и в нижней левой части, это спидометр, показатель, с какой скоростью мы движемся в данный момент. Левая верхняя часть, это схема трассы. Все, подобрались мы к Алине. Девушка ехала очень эмоционально, очень мощно. Проникся я к ней, к ее борьбе, к ее работе и захотел помочь. Ну, Алина понимает, о чем говорит, как говорится, о чем, точнее, я сейчас говорю, потому что подсказывал ей по ходу гонки, помогал. Еще раз повторюсь, понравилось мне отношение этого человека к данному лыжному марафону. Молодец, настоящий профессионал, спортсменка, очень болеет, видно сразу по ней. И вот мы начали, как бы, обходить ее, хотели, как бы, с Сашей предложить ей, ну, она дала нам понять, что, ребята, мне на вас пофигу, я поеду в своем темпе. Я говорю, Саша, ну, на тот момент мы не знали друг друга, давай успокаивайся, все, не хочет наехать, все, поехали за ней и сама потом, если устанет, воспользуется нашими услугами. Вот. Саша будет в данный момент мне говорить о том, что смотрит он мой YouTube-канал, подписан на меня, что очень-очень приятно. Александр, пользуйся случаем, еще раз привет, спасибо, что смотришь. Ну, приятно, когда человек высказывает свое мнение по ходу гонки, благодарит за то, что делаю. И в целом, ребята, я хочу сказать, что не надо стесняться, не надо комплексовать, я очень спокойный лыжный блогер, в этом отношении никогда никаких каких-то там телодвижений непонятных я не делаю. Всегда с удовольствием поприветствую кого-нибудь, привет, если нужно передать, передавайте, потому что из этого лыжные гонки наши и состоят. Так, 607 номер, напомню, это Юрков Денис, Калужевская область. В принципе, где-то, наверное, круга 2,5-3 мы в таком составе будем ехать, потому что подготовка у всех разная, форма у всех разная. Лыжи катили, тоже работали у всех по-разному, плюс многие здесь участвуют впервые, местным, конечно же, спортсменам было намного-намного здесь легче ехать. Ну, сами понимаете, когда это твоя домашняя трасса, ты все знаешь. А когда ты едешь впервые, он первый круг действительно является как бы проверочным, таким тестовым. Ты в разведке находишься. И пытаюсь, да, я с Алиной вступить в контакт, объяснить ей, что так и так, ладно, мы мужики-то, ну ладно, хватит, успокойся, договорю ей, давай за нами присаживайся, мы тебя повезем, хоть чуть-чуть отдохнешь. И забегая вперед, я вам скажу, что у нас это получится, потому что Алина вела борьбу за Абсолют. Ну, до первого места ей было тяжело, в итоге, как я понял, по протоколу она заняла в итоге четвертое место в Абсолюте, и второе место в своей возрастной категории. Вот. Еще раз напомню, то, что трасса была 12,5 километров, погодные условия трассы была тяжелая, поэтому вашему вниманию я представлю один круг. Вот. Сниму камеру в транзитной зоне, передам ее судье. Соответственно, ну, в связи с тем, что вы смотрите данное видео, значит, с моей камерой все хорошо, ничего, никаких ЧП не произошло, поэтому данное видео я представляю вам. Вот Александр в данный момент передает мне привет, машет руками, в стороны их развел, вот все, смотрю о тебя. Едем, отдыхаем, и сейчас нас будет ждать такая небольшая подъемная часть, такой затяжной подъем. Ну, он такой, наверное, градиент процент 3 будет такой стабильным держаться, 4. И лыжи пока относительно были свежими, ноги наши тоже, наше состояние позволяло нам еще как-то ехать, более-менее терпеть. Ну, Денис, он, видимо, даже идет под каждый шаг. Александр уже на горный перешел. Ну, здесь по самочувствию, здесь по состоянию, потому что, говорю, у всех лыжи по-разному работали. Поэтому иногда по гонке приходится перестраиваться и ориентироваться, адаптироваться. Здесь какие угодно можно термины подставлять. Главное, чтобы лыжный марафон проехать с определенными задачами, какие ты перед собой поставил. Ну, девушек было много, еще раз повторюсь, тоже. И была интересная борьба. У нас удалось подвести Алину к одной из соперниц, которая в итоге заняла третье место в Абсолюте. Были там определенные шансы у Алины обыграть, объехать. Но немножко там не получилось с тактической точки зрения. Не совсем Алина себя правильно повела. Это мое личное мнение. Может быть, состояние здоровья немножко. Может быть, лыжи немножко подвели. Поэтому здесь вот этих предположений, почему у нее не получилось, очень-очень много. Тем не менее, видим, что организаторами было нам предложено и прорезана лыжня справа. Потому что, я считаю, это правильным. Так как всегда лыжный марафон, он позиционируется как лыжный марафон свободным стилем. То есть, фактически, если вы хотите, идите классикой. Не обязательно коньковым ходом. Есть, когда действительно специализация лыжного марафона настроена только на одно. Допустим, это только классика. А есть свободным ходом. В данном случае у вас есть право выбора. Либо вы едете классикой, либо вы едете свободным ходом. Но всем известно, всем понятно, что свободный ход, то есть конек, намного-намного быстрее, чем классиком. Что характерного и что особенного я заметил в этом лыжном марафоне, то что уже в пелотоне начинает доминировать, начинает преобладать зелено-желтый цвет лыж. Да, да, я говорю про те самые желтые ракеты, которые, соответственно, набирают популярность. Хорошие лыжи на эти погодные условия, они очень-очень идеальные. Так, Алина, по-моему, начинает, да, опять врабатываться. Не может она смириться. То, что не удержалась она в группе, которая отъехала от нас. Начинала задавать темп. Либо, может быть, она вот стала волноваться, что Александр от Дениса стал отставать и стала перекрывать вот этот просвет. Вот. Ну, все будет нормально. Вот, в принципе, такой группой мы поедем. Я вам скажу больше. Меня, по-моему, даже вот, когда мы поднимемся, в какой-то степени немножко так поднакроет. Я немножко их отпущу, но на равнинной части у меня получится их добрать. Но, опять-таки, у меня получится это добрать с помощью Дениса, потому что Денис очень хорошую работу выполнит, подвезет меня. Так, Алина, да, начинает включаться, врабатываться. Ну, потому что ей известно, что сейчас мы повернем налево, и там будет уже такая более-менее равнинная часть. Мы из лесного массива выедем. Но! Вот сейчас мы выедем из лесного массива, повернем налево, и в этом месте лыжи вообще переставали ехать. Ну, вот от слова совсем. Это вот непонятный такой эффект. Вот все, вот в этом месте, сейчас мы вот выравниваемся, и здесь проталкивание было очень жестким, очень тяжелым. Все, приходилось включаться просто неимоверно. В этом месте было очень трудно. Ну, и сами понимаете, это состояние трассы после первого круга, после небольшого количества участников. А в последующем, когда в этом месте едешь уже третий, четвертый круг, извините меня, здесь было просто невыносимо, здесь было очень тяжело. И в какой-то степени нас спасала даже погода, потому что вот это вот серое небо, закрытое от солнца, берегло трассу, потому что я думаю, если было бы солнце открытое, оно бы в любом случае топило бы, и была бы, наверное, каша, от которой просто нам было бы не очень хорошо. Вот. Видим по схеме, что все, начинаем мы потихонечку возвращаться, приближаемся к отметке в 10 километров. Ну, и вот что я заметил, что если схема лыжной трассы является 12,5 километров, вот на мой взгляд, этот круг, вот эта вот дистанция, более-менее удачная. Она как-то вот эти четыре круга как-то вот легче переносится, чем кружить. В одном и том же месте, допустим, пять кругов ехать, если дистанции там представлены из круга 10 километров. Ну, вот, кстати, в эти выходные будет в Нижнем Новгороде лыжный марафон, который впервые вошел в календарь, рашил опыт. И вот там, кстати, хочу сказать, на мой взгляд, будет не совсем комфортное условие для участников, потому что там будет круг 7,5 километров, а участников в рашил опыт больше, чем в Союзе марафонов лыжная Россия. Поэтому будет очень непросто. Видим, да, как приходится включаться Денису тяжело, потому что я об этом и говорю. Несмотря на то, что градиент всего-навсего 2 градуса, уклон, в этом месте лыжи вообще не ехали. Ну, увидел, что я Денису немножко нелегко вышел вперед, сказал, Денис, давай прыгай, спину бери, начинаю катить. Потому что не конючек, как это говорится, а работаю тоже в группе, выхожу вперед, помогаю. Это необходимо, это абсолютно правильно. Так, но это, по-моему, мы видим участника не с марафонской дистанции, это, по-моему, нет, или с марафонской дистанции. Сейчас посмотрим. Не могу определиться. Но вот мы явно видим, что человек просто наживался до такой степени, трасса его убила вот спустя эти 9 с небольшим километров, что человек просто встает в лыжню для того, чтобы восстановиться, чтобы ноги, вот эта вот молочная кислота, которая их залила, там, он закислился просто. Руки-то понятно, что еще свежие, так как мы едем-то всего, навсего там в районе 35-40 минут. Вот. Но очень-очень тяжело было. Были, к сожалению, таких, кто не закончили дистанцию по этим вот причинам, так как лыжи неплохо работали и так далее. Вот. Ну, что хочу сказать. Лыжные марафоны для этого и даны. Что преодолели, вот, да, мы, по-моему, 10 километров была отметка. Лыжные марафоны не просто так носят, что статус является королевской дистанцией. А вот трудиться всегда приходится. Всегда это важно. Всегда поймать вот этот темп, почувствовать работу лыж и, исходя из этих обстоятельств, уже делать выводы и определяться, как вам придется ехать этот лыжный марафон. Когда идет хорошее скольжение, конечно же, вы от этого получаете удовольствие, вам от этого приятно. Поэтому на хороших лыжах каждый сможет. Ладно. Идем дальше по гонке. Догнали мы 572 номера. Не буду я сидеть за ним, потому что вижу, что человек и так очень плохо. Объеду его аккуратно, скажу, давай, прыгай к нам. Потому что нужно поддерживать, нужно помогать. Ну, что могу сказать, что иногда некоторые участники приезжают издалека. И когда есть так называемый залет по лыжам, то, ну, представляете состояние у человека сходить. Было у меня такое один раз. Это было на Камчатке, на Авачинском лыжном марафоне, когда я просто не угадал с лыжами, неправильно их подготовил. Первые 10 километров они у меня летели так, что я там в группе лидеров ехал. А потом они у меня набрали грязь, потому что была переходная погода. И все, это привело к тому, что я в итоге ехал с таким темпом, что девушки с телефоном снимали там какие-то там видео, и они в итоге меня обгоняли. Даже, да, вот бывают такие моменты. Ну, извините, приехать на Камчатку и не проехать марафон, сойти с дистанции, не муха себе такого позволить, потому что моя бы душа этого не пережила. Так, что касается из ближайших будущих каких-то стартов, лыжных марафонов, приму участие 23 февраля. Лыжный марафон «Лыжня в Лавру» называется вот так. Это новое место, это календарь также есть в Союзе марафонов «Лыжная Россия». Это домашний лыжный марафон для Александра Москаева. Это участник из команды «Дентро» Sky Team, который также, как Ренат, ездит с голым торсом. Это визитная карточка любого лыжного марафона. Человек, который является просто украшением. И вот в красной куртке человек, который будет определяться просто для меня очень важным-важным человеком, который поможет мне выехать этот лыжный марафон из трех часов. Позже я вам его представлю, и будет совместная фотография с ним. Удачно мы попадем в кадр фотообъектива. Человек просто, вот видно было, что не принимал участия. Ну, по каким-то причинам у него не получилось. Но он душой был, ну, как минимум, участником данного лыжного марафона. Потому что в его глазах, когда проезжаешь мимо него, читалось то, что он с огромным сожалению не принял участие. И он бежал, наверное, можно сказать, фактически с нами, этот лыжный марафон, ну, как минимум наравне. Вот. Я это почувствовал, я это понял. Вот Денис сейчас выйдет вперед, немножко отдохнул подо мной, и я прыгну за ним. Так вот, возвращаемся к мужчине в красной жилетке. Зовут его Сергей. После окончания гонки я к нему подойду, будет небольшое видео. Вот именно в этом месте, когда я проезжал, я на последнем круге, вот за эти полтора километра попросил его мне помочь. Я говорю, ну, на тот момент не знал, что его зовут Сергей, я ему сказал, помоги доехать. Вот. Представляете, как отреагировал человек? Человек просто взял, включился и поехал за мной. Не спереди, а за мной. И стал корректировать мои действия. Он понимал, что да, к концу лыжного марафона ломается техника, ну, которой и так у меня нету, но это вообще там, как говорится, кто в лес, кто под дрова. Так вот, он мне говорил, спина у тебя вообще не работает. Давай включай спину, давай включай спину, помотай спинкой, помотай спинкой. И вот это я выполнял. Он, дыши. Начинал дышать. Он, все, переключайся, давай отключайся, начинай работать, терпи. И вот благодаря его советам, его подсказкам, я почувствовал, что я поехал быстрее. Потому что он мне восстановил технику, вот своими советами, двигаясь сзади меня и видя мои недостатки. В итоге получилось так, что я выехал из трех часов благодаря ему. Вот эти вот 40 секунд, как раз таки он мне и их дал. Своими советами он помог эти вот 40 секунд сэкономить. Поэтому, что могу сказать? Огромная благодарность тебе, Сергей. Спасибо, что помог. На следующий год давай приезжай, принимай участие. Ну, я так понимаю, ты местный житель, местный человек. Само собой будешь регистрироваться. Обязательно закатнемся с тобой, привет передадим друг другу. Потому что такой поступок, низкий тебе поклон, заслуживает уважения. Потому что в лыжных марафонах вот зрители, которые иногда присутствуют, это одно. Это поддержка, это важно, это нужно. А участники, которые приезжают бороться, и когда с нами происходит какая-то нелепая ошибка, сломалась палка. И вот люди, которые рядом стоят на лыжах, просто берут и дают свой инвентарь. Кто-то палку, кто-то лыжу. Ну, что вы можете сказать? Вот, пожалуйста, наглядный вам пример с волонтером. Вот он побежал, он олине дал, все. А уже Денис и Александр, они остались без его внимания, без питья. Вот то, о чем я и говорил. Так вот, возвращаясь к теме поддержки, помощи на лыжных марафонах со стороны зрителей. Спасибо вам, что вы делаете такие поступки. Доверяете нам свой инвентарь. Ну, в основном страдают палки, потому что масс-старт, от этого никто не застрахован, все бывает. От этого не избежать. Поэтому, знаете, что люди, которые участвуют в лыжных марафонах, когда финишируют, может быть, на каких-то первых минутах из-за того, что у нас было перенапряжение, мы были в марафоне, не успеваем сориентироваться, но мы обязательно вам отдадим. Мы не просто отдадим, а с огромными словами благодарности и с любовью, которую вы нам передали, выручив в той или иной ситуации. Поэтому, что такое лыжный марафон? В первую очередь, это уважение. И участвуя в лыжном марафоне, в первую очередь, нужно уважать нам друг другу, как участников, так как мы, в первую очередь, любители. Любители, профессионалы все впереди. Пусть они там борются, пусть они там ругаются, пусть они там делают, что хотят. Мы, в первую очередь, должны доставить друг другу удовольствие и помочь. И поэтому, когда получается грамотно, красиво побороться, при этом помогая друг другу, и, финишируя, хочется потом подойти к человеку, поблагодарить его за эту гонку, познакомиться, пожелать ему всего доброго и увидеть на следующем старте. И вот сейчас мы приближаемся к завершению первого круга, идем в транзитную зону, где я передам камеру. Ну и, соответственно, для вас сейчас представлю небольшие фотографии, ну и кое-какие-то зарисовочки от меня. Вот таким он был, этот лыжный марафон Яснополянский. Приезжайте, очень рекомендую. До встречи в Туле в следующем году. Ну и подписывайтесь на мой канал Янин Роман. Судья, возьмешь камеру? Так, срочное включение. А вот благодаря вот этому человеку я выехал из трех часов. Спасибо. Вот реально мой результат 2.59, что-то там 17, а вот человек... Фамилия как-то... Сергей, Сергей Галерьев. Огромное спасибо Сергею. Классный марафон. Все, в следующий раз обязательно принимаем участие. Все, всем на связи. Благодаря этому человеку, камеру и видео, соответственно, будет на моем канале. Как марафон. Отлично. Отлично. Полосы, спасибо вам большое. Вы красавцы. Да, спасибо. Ну все, я кружочек снял, круг 12.5. Конечно, откровенно говоря, мягкий трасс. Тяжело. А это свежак выпал. Свежак выпал, да. Так что... Это укатывали ретраков. Да, эпичность, эпичность организации. Ну что, финишируют еще? А это, поэтому по трудности как? По рельефу вы имеете в виду? Ну рельеф хороший, несложный. Если вот трассу хорошо подготовить, у вас будет очень накатистый марафон. Ну не, ну тут это... Это пустили без подъема. Да? Да, и тут у нас пятерка вот эта подъема. Тогда я вам открою секрет. Если вы вот такой вот оставите марафон, вот с таким набором высоты, у вас на следующий год будет аншлаг. И если вы добавите бугры, народ это не любит. Потому что не все профессионалы. Да, 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 не выдержит. Не все профессионалы. Вот рязанский марафон, например, вот я рязанский, почему очень популярен, почему его любят? Нет подъемов. Ну нет. Все, народу нет отбоя, слоты раскупаются. Так что вот такой вам совет. Чем меньше подъемов, тем он популярнее. А тем более у нас есть тут местность, это все понятно. Докрутить надо. Все, с праздником. Давайте. Счастливого. Все, пойдем в раздевалку. Ну что, вот таким был марафон, вот такие эмоции. До встречи на следующих марафонах. Спасибо, что подписываетесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, критикуйте, если что. Как вы понимаете, мой контент только на одно. Популяризация лыжных марафонов. Занимайтесь спортом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok